В воскресенье мы обсуждали еще один очень важный момент, связанный с многогранным, с видоизменяемым круглосуточно, порой напористым, порой человеческим лицом, порой с птичьим. Тот, кто сидел тут на прошлой неделе в четверг, про того, который под такими же столами, только другого цвета, лазил в Москве, про того, кто под такой же высотой столешницы лазит сегодня в президентурию Майя Санду и у некоторых ее помощников. Ребят, я обращаюсь до Дона в последний раз. Игорь Додон, ты был президентом, тебе разрешили опять стать председателем партии. Тебе говорили, когда им становиться, когда уходить, когда приходить. Сегодня перестань дурачить людей и пытаться продать людям все то, что ты пытаешься сегодня продать, а именно свое участие в выборах, и русским, и европейцам, и пасмайсану. Ты считаешь, что ты такой прикольный шахматист? Шахматист, послушай, плохиш, который был сильнее тебя, и в один день сели русские западниками, и его просто приговорили, он ехал из страны. Неужели, Додон, ты думаешь, что ты умнее плохиша? Ты думаешь, что ты великий шахматист? Игорь Николаевич Додон, ты выигрываешь шахматы только тогда, когда на столе нет белых и черных, а когда у тебя с двух сторон фигура одного и того же цвета. Вот только в эти шахматы ты можешь сегодня выиграть. Просто люди сегодня, да, они устали от власти, да, люди устали от этого, причем устали не только оппозиционные, электорат оппозиционных партий, устали от этой жизни даже те, кто поддерживали, и некоторые, кто продолжает поддерживать эту власть. Но я очень прошу, перестань дурачить людей. Я вас неоднократно всех ловил, вычислял и вскрывал. И поверьте, все вот эти ваши с помощницей моей стеллой комбинации, которые с утра там до вечера сидят, Глигору дают задание, тебе не стыдно? Большому, огромному Додону, ты самый большой пернатый на земном шаре? И тебе не стыдно сегодня звонить туда? Ты сидишь там, хвастаешься, какие победы у тебя в Москве? Как там кто-то заставил тебя сесть в шором, подписать перемирие, что вы не будете тявкать, вернее, кудахтать? В их сторону. Они как бы не будут вас наезжать, забирать остатки социализма в районных организациях и в депутатах парламента. Но заканчивай, Игорь. Ты сидишь, пачкаешься ногла своими идеями о нейтральном кандидате. В студии ты говоришь, что ты готов поддержать нейтрального кандидата, нет амбиции. Ты выходишь из этой студии, расскажешь, как ты сейчас всех туда-сюда, и какой ты будешь. Майя ты продаешь с Мартином Зигом и со Стеллой помощницей, идею, что ты будешь, докажешь, что ты не с русскими, и ты будешь кандидатом в президенты. Для русских ты там мутишь опросы, показаешь, что нет лучше Додона. Ну пусть Додона он как бы маленький там, ну пусть он как бы маленький вот пидорасик, но вот он как бы же свой, понимаете. Значит, и с этой же историей ты еще умудряешься где-то попасть там в какой-то другой обком. Ну хватит. Мы разберемся и с ПАС, и с Майя Санду, и с кандидатами, и со здоровыми, и нездоровыми, и так далее. Неужели ты думаешь, что сегодня нет здоровых на голову людей в стране, которые прекрасно понимают, что да, от ПАС, Майя Санду нужно избавиться, но точно нельзя привойти к власти таких долбоебов, как ты, Игорь Николаевич. И неважно, сказочных или пернатых. Поэтому поверь, Игорь Николаевич, есть ситуации, где мы точно разберемся. И еще раз, бегай куда хочешь, в Москву, к Майя Санду, еще куда ты там себе дорожку протаптываешь. Пусть бегает Майя Санду куда угодно. Значит, у меня есть один начальник, это граждане нашей страны.